Приветствую вас и, используя профессиональную терминологию, можно предположить, что у вас не что иное, как ядерный комплекс. Ядерный комплекс – это один из видов комплексов, когда яркое событие, которое имело место быть в вашей жизни, на тот момент притянуло к себе ряд сопутствующих негативных переживаний, негативных эмоций и, собственно говоря, негативных каких-то моментов. И сейчас, когда происходит с вами то же самое, то есть изначальное условие этого комплекса, а изначальное условие комплекса – это, как вы понимаете, слово, которое вы, кстати говоря, не раскрываете. И когда вы это слово слышите, то автоматически получается так, что другие обстоятельства, которые имеют место быть, они также начинают давать о себе знать. И для того, чтобы вам это прекратить, необходимо, в первую очередь, как я полагаю, разобрать тот самый начальный эпизод вашей ситуации, как бы и произошло с вами. То есть речь идет о обиде, о той самой детской обиде. Потому что обида – это, по сути, непонимание того, почему с вами поступили именно так, за что с вами так, почему вас обидели, ну и так далее. То есть, говорить об этом, в принципе, можно еще много, а суть от этого не изменится. То есть саму обиденность на проработку и перестать воспринимать то, что происходит с вами, именно как, ну, собственно, обиду, как что-то негативное, направленное на вас. Для этого необходимо понять все же, что именно вас обидевает, это первое. Второе, необходимо понять причины, по которым люди вас обидели. Как правило, эти причины вы понимаете неверно, неверно и слишком персонализировано, персонализировано, персонифицировано, я бы даже сказал, через шур, ну, в силу, естественно, своей заинтересованности в данной ситуации, как бы по-другому быть и не могло, в принципе, это я хорошо понимаю. И после этого вы, собственно, постепенно уберете ядро комплекса и, убрав ядро комплекса, вы сможете перестать таким образом генерировать все те негативные обстоятельства, которые у вас имеют место быть. именно из-за того, что образуется ядро. То есть, сперва появляется ядро, потом появляется все остальное. Если вы ядро своего комплекса уберете, разручите его, то произойдет, конечно, Конечно, к сожалению, не сразу, надеюсь, вы это понимаете, что подобные вещи быстро не происходят, нужно время на проработку обиды, на проговаривание обиды, а также отдельного прояснения, на мой взгляд, требуют то, почему вы эту обиду никому не выразили нигде, то почему она осталась с вами, а как же ваши родители, родные, близкие, друзья, почему никто из них никак вас не поддержал. То есть, это тоже такая отдельная сторона вопроса, может быть, у вас есть обида какая-то и на них, и на них. И в этом случае тоже можно говорить о том, чтобы вам оказать помощь уже в этих аспектах. И это тоже очень важный момент, потому что без проработки этих обид, без разбора вот этих вот первоначальных моментов, которые повлияли на вас и сделали возможным все то, что вы сейчас испытываете без проработки этих моментов, что не получится у вас прекратить то, что вы так хотите прекратить. Это значит момент, касающийся второго вопроса. А момент, касающийся первого вопроса, значит я вам проясню так, ну попробую, попробую вам прояснить так, момент, касающийся первого, первого вопроса. Дело в том, что вы из-за того, что ожидаете, подсказнительно ожидаете угрозы какой-то агрессии свой адрес, то вы, естественно, и видите эту угрозу и агрессию там, где ее нет. И это совершенно нормально. Поэтому, скорее всего, вы просто, ну, вы просто принимаете как бы, ну, в данном случае нежелаемое это действительно вы принимаете, а в данном случае вы принимаете то, чего вы боитесь себя отставить за некую реальную ситуацию. Вот, я бы сказал вам именно так. и, к сожалению, а может быть и к счастью, к реальности то, что вам видеться никакого отношения не имеет. То есть, если человек настроен на какие-то вот моменты, да, если человек настроен на негатив определенного рода, то он будет его видеть везде, там, где его даже может быть нет. Но вообще, допустим, эта фраза, она не очень понятен ваш вопрос, то есть, вы спрашиваете я могу до слова видеть везде во фразах людей, даже если они ничего не имели против меня. и вообще я не фигурирую как бы в их стразах. Это мне слышится просто или на самом деле люди так думают? Вот не очень понятно, что вы здесь имеете в виду. То есть, вы видите слово, что значит, вы его видите. вы как бы дополняете вы дополняете этим словом то, что говорят люди, тогда определенно можно сказать, что ну, определенно можно сказать, что вам кажется. Потому что каждый человек думает по-своему. Каждый человек он по-своему видит реальный мир. Каждый человек по-своему воспринимает его. И нельзя говорить о том, что кто-то обязательно мыслит так же, как вы думаете. Даже если вам это кажется. то есть у вас это действительно вот подсознательное такое подсознательное стремление к тому, чтобы выделять как бы это слово идентифицировать его возможно, потому что у вас точнее, наверное, достаточно невозможно, а одноднажды потому что у вас с этим связаны негативные эмоции. То есть люди так не думают. Это вам кажется. именно потому что вы у вас связаны очень негативные эмоции с этими самыми словами. С этим самым словом. Вот. Ну вот, я думаю, так можно ответить на ваши вопросы. Соответственно, в одном ответе вам возможности помочь не представляется. в силу того, что комплекс прорабатывается на личной консультациях. Вот. И так просто это не сделать, к сожалению. Но если вы настроены серьезно на то, чтобы избавиться от подобного, то тогда вам можно помочь, вы можете выбрать любого эксперта на нашем ресурсе и начать с ним работать по данному направлению и вам обязательно помогут. на этом я хочу закончить. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите в личку, помогу вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. доброго 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 доброго